Давайте поговорим о том, что происходит у нас в Израиле. О наших Палестинах. О наших Палестинах, да, именно что о наших. Смотрич, он уже поразил нас своим прекрасным, блестящим знанием английского языка. From my heart. Да, Смотрич, вот вчера, сегодня, еще продолжается, это еще история, которая не закончилась, чуть не привел нас, еще пока не привел нас к разрыву депутношений с Иорданией. И он очень талантливый политик, очень перспективный. Я думаю, что он с помощью еще одного своего товарища, с которым они шли на прошлых выборах одним списком, неизбежно приведут нас либо к разрыву соглашения Авраама, либо к очередной войне здесь на Ближнем Востоке, либо к разрыву депутношений с Иорданией. Вариантов у нас есть много. И Смотрич еще просто до сих пор не понимает, что одно дело, когда он выступал как маргинальный политик где-то в поселении, и совсем другое дело, когда он где-то выступает, тем более он выступал во Франции, тем более за границей выступает, и является представителем правительства. Это не просто представителем правительства, а один из ведущих министров, председатель одной из фракций коалиции, министр финансов и министр в Министерстве обороны. То есть согласитесь, что это ключевой министерский пост. И этот человек выступает на трибуне, на которой изображена карта Великого Израиля, в кавычках, это нынешняя территория Израиля, палестинские территории, и вся территория Ордании закрашена в один цвет. Целая Израильская империя. Да, Израильская империя, так называемый Великий Израиль. И плюс к этому он рассказывает, что палестинский народ, это было такое изобретение, что его не существует. Понятно, что уже выступили по этому поводу палестинцы, палестинская автономия, Мухаммед Аштия, который возглавляет палестинскую администрацию, ну, типа глава правительства, заявил, что вот мы видим старую такую экстремистскую, да, это, в общем-то, риторику, да, которую употребляли израильские правые, израильский ультраправый лагерь, скажем так. Эту риторику мы слышали и у мэра Кааны, лидера определенного, покойного уже, да, лидера определенного политического лагеря. И сегодня вот категорический протест, ноту протеста предъявила Иордания. Она заявила, что это является нарушением мирного договора, который был подписан еще в 90-е годы в рамках нормализации, в рамках соглашений ОСЛА. На фоне соглашений ОСЛА, которые тогда происходили, был подписан мирный договор между Израилем и Иорданией. Договор, который худо-бедно существует до сих пор. И я просто хочу так немного объяснить, что вот этот самый великий Израиль, его никогда не существовало. Просто когда после Первой мировой войны разделили Палестину, то административная часть, которая называлась тогда Палестиной, включала действительно территорию оба берега Иордана, скажем так, и территорию, которая сейчас... Там все находилось под британским мандатом. Там все находилось... Ирак тоже был под британским мандатом. И Саудовская Аравия была. Сирия и Ливан были под французским. Но Иордания, то, что современная Иордания, и современный Ирак, и Саудовская Аравия, и весь Аравийский полуострад, это все была британская империя, где никогда не заходило солнце. И в 1917 году лорд Бальфор опубликовал известную декларацию Бальфора, в которой он признал, провозгласил создание Национального дома еврейского государства в Палестине. И, собственно говоря, это тот главный документ, на котором сегодня политические сионисты, скажем так, политическое направление сионизма базирует легитимность государства Израиля, легитимность еврейского государства. Но все пошло не так, как задумывалось изначально. Потому что первые сионисты, которые селились здесь, они считали, что за ними поедет большая волна евреев. И действительно, они будут селиться здесь и составят здесь большинство. И вся надежда была на это. И этого не произошло по нескольким причинам. Первая причина, что над Советским Союзом закрылся железный занавес. Большое количество евреев были фактически... Затычены там. Да, затычены там. Они не могли ехать в Израиль. Вторая причина была в том, что Израиль развивался довольно медленно. Экономически я имею в виду, но развивался довольно медленно. Здесь строили такую социалистическую систему с кибуцами, с очень сильными профсоюзами и так далее. Поэтому тот немного израильского бизнеса, который здесь был, они предпочитали нанимать на работу арабов, которым не надо было выплачивать оздоровительные, которым не надо было обеспечивать всякие социальные блага, заплатил ему наличными за опаденную работу и все. И действительно здесь была очень серьезная политическая борьба за так называемый еврейский труд. Но британцы постепенно вот этот самый будущий национальный очаг еврейского народа делали ему обрезание, Иорданию обрезали сразу. Но в Иордании не было еврейских поселений. На той стороне не было еврейских поселений, поэтому вообще тут разговора даже не идет. Но потом британцы, когда здесь уже начались волнения антисемитские со стороны арабов, то британцы ввели так называемую Белую книгу и еще снизили еврейскую эмиграцию в Палестину. И это произошло как раз-таки на фоне прихода нацистов власти к Германии, где миллионы евреев оказались просто в безвыходном положении, им некуда было деваться, и британцы в Палестину их не пустили. Может быть, если бы тогда британцы открыли ворота Палестины, и сюда приехало бы несколько миллионов евреев из Европы, которые не погибли бы в Холокосте в конечном итоге, то история здесь была бы совершенно другая. Но еврейский Ишу в 1948 году перед провозглашением независимости составлял 600 тысяч человек. После провозглашения независимости сюда поехала, хлынула большая волна еврейских беженцев из Европы, из Северной Африки и так далее. Но на этой территории, эту территорию тоже решили разделить. Как вы знаете, был в 1947 году план раздела ООН, который не предполагал Израилю границы, которые можно было защищать. То есть если предположить, что здесь было бы как в Швейцарии, где все друг друга любят и ходят друг к другу в гости, то, возможно, теоретически такие границы могли бы существовать. Но арабы с самого первого дня заявили, что не признают еврейское государство ни в каких границах. И сегодня возникает вопрос. Да, потом, когда появились вот эти самые мессианцы, то они нашли такое изречение в первоисточниках, где якобы Всевышний давал обещание, я не помню там кому, Якову, по-моему, Израилю давал обещание, что он расширит его границы у Фарадста, Яма, Вакедма, Цафонова, Ныгба. И распространишься ты, Яма это значит на запад, куда на запад, я не знаю, Вакедма это на юг, Цафона на север, Венегба, нет, Яма, Вакедма, Кедма это на восток, Цафона на север, Венегба это значит на юг. И, соответственно, они из этого вывели теорию Израиля от Нила до Ефрата. Вот вы представляете себе Израиль от Нила до Ефрата. То есть, ну, давайте представим себе, да, даже вот все откинем, да, вот теоретически Смотрич, министр обороны, возглавил воинство, к нему присоединились архангелы в гиацинтовых доспехах, захватили всю территорию от Нила до Ефрата. И дальше, как эта империя существует, да, есть маленький такой костяк, еврейский костяк, вот в районе Тель-Авива, центр от Хадеры до Гедеры, да, дальше идут такие довольно малонаселенные территории, где смешанное еврейское и арабское население, Иерусалим смешанный, да, и какие-то одиночные поселения в Иуде и Самарии, и дальше огромные-огромные-огромные территории, заселенные только арабами. И как эта империя будет существовать? Значит, эта империя может существовать только как... Фантазия, смотри, что... Ну да, какая-то тоталитарная, жуткая империя, действительно, я даже не знаю, я даже не могу себе представить, как еврейское государство может управлять, или кто-то в еврейском государстве может хотеть управлять, там, десятками миллионов арабов, да, мне просто даже трудно это себе представить, кому на голову такая идея налезает. Но смотришь... Я не знаю, может быть, смотришь сам в это не верит, может быть, он считает, что это произойдет после прихода Машеха, тогда уже какое-то облегчение есть, да, но Иордании явно эта ситуация очень не понравилась, когда ее пририсовывают к Израилю, апеллируя к декларации Бальфура, и говорят, что это все наше, и так далее, и так далее. Теперь по поводу палестинского народа, да, палестинский народ — это выдумка. Действительно, это так, с этим нельзя не согласиться, но это было так, да, потому что организация освобождения Палестины была создана еще до шестидневной войны, то есть они боролись, естественно, против Израиля вообще, чтобы стереть еврейское государство с лица земли, да, то есть они не боролись за Иудею, Самарию и Газу, они боролись за Тель-Авив и Хайфу. И, в принципе, вот эта идея палестинского народа, потому что раньше палестинцы считали себя Южной Сирии, палестинцами себя как раз-таки еврейские поселенцы называли. А филистимляне — это не те же палестинцы? Нет, это... После того, как римляне разрушили храм и изгнали отсюда еврейское население, они эту колонию назвали Палестина в честь, в память о тех самых филистимлянах. Естественно, этнические палестинцы к филистимлянам никакого отношения не имели и не имеют, да. Филистимляне — это вообще были греческие племена, которые основывали колонии там по всему. Такие осемитившиеся греки это были. Скорее всего, прибывшие из острова Крит. Но это дела давно минувших дней, филистимлян уже очень давно не существует. Просто осталось название, которое передали римляне, и вот это название во время Османской империи. Не было никакой палестинной, естественно. Вот британцы, когда хотели как-то эту колонию назвать, вот достали это название Палестины, и как раз-таки тогда именно еврейские поселенцы Голда говорила, я палестинка. Она была очень удивлена, когда узнала о существовании палестинского народа. Действительно, это разработали в Комитете госбезопасности, в Москве, на Лубянке, в рамках общей концепции, направленной на доколонизацию, что Советский Союз — огромная империя, да, Советский Союз борется против колонизации, за освобождение народов мира, и так далее, и так далее. Но этот нарратив существует уже много лет, и пусть он сначала был искусственным, и на самом деле палестинский народ мало чем отличается от, например, арабов Саудовской Аравии, и очень многие палестинцы сегодня своими корнями происходят либо из Египта, либо из Саудовской Аравии, либо из других арабских стран. Здесь действительно территория была такая малонаселенная. Почему вот Мухаммад Аштия говорит, что это миф о том, что, значит, страна без населения для народа без страны. Вот это как бы, что нашли пустую страну, страна пустовала, сюда приехали евреи, основали свое государство. Что, дескать, это миф, это неправда, что страна, в этой стране жил палестинский народ, который там колонизаторы отсюда изгоняют и вытесняют. У палестинцев за все эти годы появилась такая идентификация палестинская. Они считают себя палестинцами. И никуда, это факт, против которого не попрешься, ты никуда против этого не денешься. Да, это было искусственно, да, это было при помощи ООН, международных организаций, которые составляли эти списки палестинских беженцев и платили им пособия и так далее. Нет никаких сомнений, что сегодня палестинская идентификация существует. Исторически, может быть, это действительно искусственное образование, как говорит Смотрич, но де-факто эта идентификация существует, и с этим придется иметь дело. И да, к сведению нашего слушателя Смотрича, они никуда не испарятся, они никуда не денутся, ну, только, только если придет Машеях, только когда придет Машеях, может быть, они сразу все куда-то денутся. Но пока он не приходит, то, соответственно, они отсюда никуда не денутся. Редактор субтитров А.Семкин